Девушки отдыхают Эбру, а именно так называется рисунок на воде, постигал наш корреспондент Диляра Байбикова на свою голову. Самого доброго утра! Друзья, весна – это время вдохновения. Надеюсь, что весеннее яркое солнышко и пение птичек помогут мне создать сегодня что-то необыкновенное. Идем рисовать! В персидском языке есть слово «об» – «вода» и «ру» – «на». Обру, адаптированное в турецком на «эбру», значит «на воде». Капли, попадающие в воду, растекаются в круги, которые можно преобразовать в любую форму. Каждая картина получается уникальной и неповторимой, и отлично развивается фантазия. Сейчас для этого мастер-класса вам не нужно уметь рисовать. Мы просто будем смотреть, как краска растекается на воде. По сути, вода за вас все нарисует. Что мы сначала делаем? Мы берем и наносим фон. То есть берем кисточку на самый кончик. Она у нас такая вот веерная. То есть на самый кончик набираем. Не нужно ее вот таким образом. Аккуратненько. Чуть-чуть набрали и сбрасывали. Выбрали цвет, промокнули кисточку, а у меня сразу произошел конфуз. Здорово. Смотри, Диляк, дело в том, что «эбру» не терпит резкости. То есть это очень такое плавное искусство. И вот это вот пятно означает, что краска проникла сквозь гель и попала как бы в гель. Плавно, спокойно. Теперь берем другой цвет и продолжаем работу над фоном. С первым цветом у меня немножко не вышло, а вот с красным уже получается интереснее. Как у тебя дела? Ребята работали уверенно, в отличие от меня. Быстро подбирали цвета, плавно работали кистью. А у меня? А что у меня? Диагноз – кривые руки. Оп. Все-то, по-моему, закончилось. Краска, опять выпала кисть. Ну, это тоже, я думаю, часть картины будет. А теперь переходим к самой творческой части – создать из красно-желтой мазни произведение искусства. Чтобы увековечить красоту, прикладываем акварельную бумагу. Вуаля! Ольга, вы сегодня рисовали первый раз в технике Эбру. Поделитесь им впечатлениями. Знаете, я видела готовые результаты, всегда мечтала попробовать. Вот у меня получилась такая замечательная картинка. Сегодня весенний день такой солнечный, и я пыталась изобразить цветы. Надеюсь, что у меня получилось, и похоже, что у меня это цветочная полянка. Мне очень понравилось. Ну что ж, 10 минут творения, и получается вот такой замечательный шедевр. Это говорит еще раз о том, что для того, чтобы творить, для того, чтобы самовыражаться, не обязательно уметь рисовать, как Ван Гог, например. По-моему, получилось здорово. Друзья, творите, вдохновляйтесь, и с самого доброго утра. Продолжение следует...